16 глава книги Прока из Икиля И было ко мне слово Господне, сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи так, говорит Господь Бог, черри Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Хананской, отец твой Амарей и мать твоя Хиттиянка. 16. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтоб из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. 17. Я проходил мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи, так я сказал тебе, в кровях твоих живи. 18. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты, поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. 19. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я воскрылие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. 20. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя вессоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, 21. И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. 21. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была вессон и шелк, и узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. 22. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. 23. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему, и взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. 24. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, который я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой. 25. И хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя, ты поставила перед ними в приятное благовонье, и это было, говорит Господь. 26. И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. 27. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь, и при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была ногой непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. 28. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади. 29. При начале всякой дороги устроила себе возвышения, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножала блудодеяния твои, блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. 30. И вот я простер на тебя руку мою, и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. 31. И блудила ты с сынами Ассура, и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. 31. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница, когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. 32. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим, и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить. 33. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами, не за тобой гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. 34. Посему, выслушай, блудница, слово Господь, так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими, и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, 35. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, и со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. 36. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и придам тебя кровавой ярости и ревности, придам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя ногою и непокрытою. 37. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем, и совершат над тобою суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков, и утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. 38. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась боли и разврату после всех твоих мерзостей. 39. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. 40. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. 41. Мать ваша Хиттиянка и отец ваш Амарей, большая же сестра твоя Самария с дочерьми своими, живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая тебя вправо, есть Содома с дочерьми ее. 41. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, этого было мало. 42. Ты поступала развратнее и их на всех путях твоих. 42. Живу я, говорит Господь Бог, Содома сестра твоя не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. 43. Вот в чем было беззаконие Содомы сестры твоей и дочерей ее, в гордости, присыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. 44. И возгордились они и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их. 45. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. 46. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. 47. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдавши сестер твоих. 48. Но я возвращу пленных, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала служа для них утешением. 49. И сестры твои, Содома, и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. 50. О сестре твоей, Содоме, и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, да коли еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон, 51. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревший клятву нарушением союза. 52. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. 53. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе и их в дочерей, но не от твоего союза. 53. Я восстановлю союз мой с тобою и узнаю, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. 54. Игорь Негода